Здравствуйте, уважаемые Слушатели, зрители С вами Вячеслав Котляров В Харькове, 4 часа 25 минут 28.05.2016 Появляются интересные В комментариях Вопросы Почему озвученное время Одно, а ролик на ютубе Появляется значительно раньше Ну что сказать Многие прекрасно знают ответ на этот вопрос Ютуб выставляет свое время Вот Ролик будет опять из Числа беседы в скайпе Как мне показалось Качество записи относительно нормально будет Есть люди, которым информацию Буквально надо подавать каждый день Я его изрядно порезал Из 37 минут убрал Половину В моем понимании лишнего Вот, поэтому там Если вы обратили внимание Иногда у меня речь в роликах скачет То есть Многие не понимают, что это не я Перепрыгиваю с темы на темы А монтаж создает иллюзию Что я перескакиваю С одного вопроса на другой Возможно в этом ролике будут Озвучены те вопросы Которые мне иногда задают И вконтакте И в других приложениях В ролик я вмонтировал Картинки Хочу, чтобы вы обратили на них Особое внимание Картинки Выкладываю исключительно Благодаря Илье Илье Ящишину Спасибо Илье, что Подсказал Хороший ход Дело в том, что природа Она Сама показывает Наглядно доказательства Что наш мир Полностью весь сотовый Для тех, кто думает Что наша планета Выглядит так, как нам ее нарисовали Ну, собственно Далее идет Беседа в скайпе Чтобы я постоянно Договорил интересную информацию Я понял, что в процессе беседы Я могу озвучить какие-то интересные вещи Поэтому я всегда включаю звуковую запись Ну, просто интересно я буду озвучивать Я выложу на ютуб То есть это я тебе сообщаю Что я пишу наш разговор Который Либо пойдет на мой канал Может ты видел У меня есть это Да, да, да Либо не пойдет Все зависит от того, что я озвучу Я понял Если не, я могу даже тебя вырезать И там будет чисто только мой диалог Все, что ты делаешь Ты молодец Вот я тебе скажу так Я в поиске этой правдивой информации Я искал эту информацию И за дня в день Вот насчет того, что Откуда взялись там Даже те же самые динозавры И все остальное Мне уже стало понятно Вот ты мне элементарно разжевал Сказал Да, это действительно Ячеек были То есть Простым языком человеческим Не забивая мозги Там Всякая брахманика Ты смотри Я к этой информации шел Очень долго По крупинкам ее собирал Вот Есть, знаешь, у Беляева произведение Такой был писатель Фантаз прочитал Когда там один пастор пытался Индусов превратить в христианскую веру И жалуется своему коллеге Говорит Ты знаешь, говорит Ну не могу Вот вроде кресты носят на шее А в кармане всегда амулет прячут То есть я могу и христосаться Я могу, как говорится, и в церковь ходить Но я все равно в ведической То есть Чтобы отторжения не было Понял? Потому что люди настолько неподготовлены Что лучше их не бесить Да Ну да, я слушаю Выкладывал, выкладывал И он умничка Я ему так благодарен, что он Работяк Да Макс, я в одном ролике, кстати, предположил Чтобы если бы Представим с тобой, Макс, гипотетически Что если бы мой ролик первый вышел бы В виде шоу Возможно на него внимание не так бы обратили Вот я что-то анализирую Да А я тоже это Я тоже это подметил Пошел Твоя информация Насколько уникальна Насколько вообще Я тоже Я просто рад Ну как Ну, в моем понимании Война давно идет Ну, хотя бы последние сто лет Допустим Я отчет иду с 1914 года 1914 года Можно и раньше копать Но то, что мы можем ощутить Своим внутренним миром Это идет с 1914 года Да, я слушаю Я в Харькове был много раз Четыре на борьбу с Солоха Здорово, да Барабашка Как твои мнения Насколько уникальны Начали голову поднимать Или начали люди понимать что-то Из-за чего нас так начали рубить Власть Как ты думаешь Да я не думаю Я знаю все ответы Я в силу территориального проживания Стараюсь эти темы обходить Но я тебе отвечу Я буду постоянно приводить примеры Вот смотри Европа Грубо говоря За последние 200 лет Появилась таким образом Была, допустим На территории Азии Единая страна И в Испанию Она еще тогда не была Испанией Прибыли Темные И говорят Части испанцам Говорят Вы знаете Говорят Вы же вообще Великие Че вы от них зависите От этих Вы давайте испанцы Маленько отделитесь И будете Полностью автономны И раз На карте появилась Испания Потом они идут дальше Вы же французы Они вообще и не знали Что они французы Нет Вы французы Вам надо от этой страны Отделиться И вот смотри За последние 200 лет 200 лет назад Было на карте Грубо говоря От силы 5 стран А сейчас их 250 стран То есть они приходят В каждую страну У них принцип Тактика одна Разделяй Стравливай И властвуй Да То есть это Если взять Живой организм Ну к примеру Муравья Это цельный организм Вот от него Лапку оторвали Назвали это Допустим Франция Потом другую Лапку от него Оторвали Назвали Испания Третью лапку Германия А муравей Это погибает Хотя это Цельный организм То же самое Было 200 лет назад Была Единая Единая Территория С единым языком С едиными порядками И так далее А за 200 лет Смотри как они продвинулись Поэтому не знаю Удалось ли мне ответить Обширно Я понял Отношусь положительно К тем людям Даже если он Пускай будет негр Но если у него Внутри Сущность человека То ничего страшного Иногда бывает Крайне редко Сущность даже В наказание может Попасть в негра Если он при жизни Славянин Линчевал негра Ну всякое бывало То ему в наказание Могут загнать В сущность негра Чтобы он почувствовал Это на своей шкуре Белых душой осталось Светлых Вот Русь Это свет Светлых душой Все меньше остается Просто наша речь Нас спасает Потому что наша речь Она сделала Хотя она уже Искалечена Но она Любая славянская речка Я вот недавно Слушал сербский язык Я поразился Вот я изучал Пытался изучить Оригинальные рукописи Велесовой книги Еще на древнеславянском языке И меня поразило Что всех языков Существующих Славянских Сербский Максимально ближе Приближен Про языку Который был 200 лет назад Я понял 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 Что там делись Для меня нету Такого понятия И вообще Других названий Стран мира Сейчас объясню Мы ее никогда не видели В руках не держали А если Кто-то на карте Что-то нарисовал Нам знаешь Получается на карте Тоже нарисовали Что наша земля маленькая Вот Ну да Поэтому если там Кто-то нарисовал Там или США Это Это все Где-то Эфемерно То есть Это ничего не означает Вообще Есть земля Вот землю мы можем взять Землю мы можем пощупать На земле вырастить Построить А если землю уничтожает То Как ты ее не назови Там Канада Или Франция Роли не меняет Это Это ловушка На которую Темные поймали То есть У нас У людей в голове Крепко сидит Что есть страны А если Взять это На живом существе На муравье Показать Разделенные на части И любой человек скажет Да склейте ему ноги Обратно Что ж вы Что ж вы Животное мучаете А земля То же самое Отделили Отделили Понял Это грудинка Ну конечно Признанными терминами Читайте книги Хорошо Как ты чувствуешь Это Что должно быть Ну я могу сказать Я понял У нас есть Внешний мир В котором мы живем Постоянно Там Заботы Вот это Весь мусор Переживание Все остальное Ну это же Есть еще и Духовный мир В котором Каждый человек Стоит в себе Что-то Ну я уловил Я сейчас Я отвечу Я просто мысли Сейчас потеряю Как правило Сюда озвучить Те вещи Которые Не в общепринятом Понимании И Их конечно Можно найти То что я озвучу Но они Нераспространенные Чтобы Человек рос Вселенная Работает По интересным Принципам Чтобы человек Сам развивался Получал знания И Совершенствовался Ему нужно Постоянно Отдавать Что я имею ввиду То есть Представим Гипотетически Ты Общаешься С человеком С каким-то Из своего Укружения И ты ему Пытаешься Передать Те знания Которые он Не владеет И он их осознает И в этот момент Происходит Чудо Когда ты Отдаешь У тебя Получается Это если с компьютером Сравнить Это освобождается Ты информацию С жесткого диска Убрал И у тебя Остается Информация Для поступления Новой Вот чем я Постоянно занимаюсь Я постоянно Отдаю знания Чтобы у меня Освободилось Место на моем Винчестере Чтобы было Дополнительная Информация Чтобы я Новый мог Получать Это как Воздушный шарик Если его Все время Надувать Он лопнет Поэтому его Надо надувать И Скажем так Делать Небольшие Отверстия Чтобы воздух Выходил Знание То же самое Чтобы ты мог Дальше идти Развиваться Это Надо Попытаться Хотя бы Одного человека Развить Ну Не настырно А Не хотя и плавно Походя Намеками Только так Потому что Ты не сдвинься Почему пирамиды Я фигуру речи Сейчас выбираю Рушились Потому что Верхи не давали Знания Низам Пирамида Превращалась В плоскость И вот Кстати Темные Они потихонечку Кстати Тут С двух кранов Льется информация Темные Все прекрасно Понимают Тоже И поэтому Они Чтобы не погибли Они тоже Нам дают Знания И светлые Да Павел Я извиняюсь Ты не расскажешь Подробнее О темных Потому что Я до этого Не черпал Эту информацию И не интересовался Что значит Темные Темные Которые при нас Ну Практически все Но я может Ну Смысл такой На живую природу Мы пчелы В нашу локацию Прилетели Шершни Они Создали Генетических Мутантов То есть Взяли Хорошо Владели ДН Ну Генетикой Ты хочешь сказать Это про кого Я бы не брал Есть люди Которые критично Относятся Говорят Что Ну их принято Называть Хотя я сейчас Ввожу новый термин Мерды То есть Есть Мерды Я Я Я искал Мерды Это Считал Перевод Как-то Их там Грубо Они Как-то Переходят Ну это Настоящее Их название Да Ну в нашем Случае Да То есть Есть Это Они не люди Они Вообще К гуманоидам Никакого отношения Не имеют К гуманоидному Типу То есть Это равносильно Если комар На тебя Сел И ты Прихлопнул То же Самое Это Ну их Надо Еще Как бы Распознавать Распознавать Не сложно Как говорится Если они Понял Да Я Я Понял Поэтому 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 Естественно Не люди Да Вот Протем Вот И вот Эти Есть Высший Предиктор Который Создал Для нас Управителей И как бы Какое-то время Курировал Эту ячейку Но сейчас Он Удалился Самый Самый Верховный Главнокомандующий В 96 Году Удалился Офицерский Состав В 2012 Ну и Там Остались Незначительные Гауляйтеры Которые Не сильно Принципиальные Ну а Эти же Которые Наверху Власти Это Все Вот Это Не люди Которые Управляют Миром У них Задача Задача Мы не о том Думаем У них Задача Вообще Вначале Уничтожить Полностью Людей С белой Кожей Неважно Там Американец Или Поляк Главное Чтоб не было В этой ячейке Людей С белой Кожей Потом Возьмутся За черных За красных Желтых Они всегда Напоследок Ты настолько Я смотрел Твои ролики Там было сказано Что ты Ты говорил Что В принципе Белые Это Коренное Население Ну мы Первые Сюда Прибыли Когда Тут Самые Первые Да 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 А всех Остальных Это Подсоедили А сейчас Зачем Уничтожать Потому что Мы Более Разные Чем Остальные Или Как Давай Рассмотрим Ситуацию Военных Действий Потому что Война Идет В глобальных Масштабах По всем Ячейкам Если Нам Сейчас Отпустить То Мы Начнем Развиваться И Мало Ячейки И Помогать Нашим Сородычам Ну да Я уже Понял Ну в принципе Да Мы Получается Самые Развитые Из этих Всех Ульпина Развитые Не потому что Шибкобелые А просто Наши Сущности В этой Вселенной Живут Миллиарды Лет Они Как дети То есть Нельзя Сказать Что они Плохие Сравнивать Пятилетнего Ребенка И Тридцатилетнего Мужчину Кто из них Плохой Кто из них Хороший Негры Желтые Это Дети Пятилетние Просто Эволюционно У них Очень Примитивно Там Они Вот Поэтому Это чисто Стратегически Ничего Как говорится Сложного Чисто Стратегия Отпусти Нас Мы Начнем Размножаться Жить По нашим Канонам Не меньше 16 детей Прикинь Какая Прогрессия Пойдет Поэтому Чтобы нам Нигде Не было Селиться Они Стараются Ячейку Безземельное Пространство Превратить Сейчас Работы До сих пор Идут Мы Может Не станем Свидетелями Как Америка Пойдет Ко дну Но Она Пойдет Да Я слушаю Японцы Китайцы Тоже Были Развитые Японцы Китайцы Насколько Они Так Развились Спасибо Ты Мне Как В футболе Пас Даешь Очень Очень Такую Мне Даже Не надо Голову Ломать Даже Не Надо Не Мои Знания Использовать А Использовать Просто Исторические Достоверные Факты Дело В том Что Когда Существовала Страна Под названием СССР На протяжении 70 лет Создавали Большое Количество Информации Которые Как правило Шли Либо Патетные Бюро Либо Были Такие Журналы Юный Техник Ну Не Помню Как Они Назывались Там Было 5 Видов Был Такой Период Когда Даже Еще До Передали Японцам Да Да Вот так Вот так Вот резко Полностью Все Картотеки За 70 Лет Нашими Разработчиками Класс Японская То есть Китайская Стена Пушки направлены Не В сторону Противника В сторону Китайской Ну да Ее строили Кстати Это третья Китайская Стена Есть Еще Более Более Старая Я бы Не делил Китайцев И японцев Гонг И другие Схожие Народы Кореицев Это Это вообще Один Народ Назовем их Условно Чинайцы Их ни в коем Случай нельзя Называть Азиаты Потому что Если изучать Этимологию Древнюю Азия Это Асия А мы Являемся Прямыми Потомками Родов Асов Нерусскоязычных Картах Ты можешь Найти Что там написано Не Азия А Асия То есть Страна Асов И раса Также Это аббревиатура Расшифровывается Роды Асов Страны Асов Вот Поэтому Их нельзя Называть Азиаты Мы им Постоянно Отдаем Самое лучшее Точно так же Отдали Жит Жизндающий Или Ев Это первый Рей Это Грубо говоря Парус То есть Который Ведет А с вами Был Вячеслав Котляров Спасибо Что Слушали Благодарю За Внимание Благодарю Редактор субтитров